итак здравствуйте дорогие друзья сегодня среда 9 августа давайте с вами посмотрим на графики еврофунт и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что евро в принципе британский фунт испытывали довольно серьезные проблемы по связанные проблем в паре с американским долларом и видим что затем во второй половине дня все это движение вниз было компенсировано ровно также по аналогии с прошлым днем обращал внимание на этот момент своих прогнозах на вторую половину дня и говорил что вполне вероятно если ничего серьезного по сша не выйдет данные совпадут с прогнозами экономистов что в принципе произошло то быки получат шанс на компенсацию потери да вышли у нас данные по индексу потребительских цен германии там он совпал полностью с прогнозами экономистов рост в июле 0 3 процента годовое 6 и 2 и никак особо покупатели евро на это не отреагировали потом появились у нас данные о том что в италии вводится налог на сверхприбыль для банков агентство мудис пересмотрела ряд кредитных рейтингов средних американских банков в худшую сторону все это вызвало небольшую панику небольшую распродажу рисковых активов но затем еще раз повторяю все это было компенсировано и ситуация пока более-менее в той же паре евро доллара стоялся в рамках бокового канала но по британскому фунту увидите сами что также ничего особо серьезного не произошло что касается сегодняшнего дня сегодня к сожалению нас нету никакой фундаментальной статистики от слова совсем не выходит никакие данные по еврозоне и после штата америки поэтому на мой взгляд волатильность будет довольно низкая как и объем торгов и лучше всего придерживаться дальше торговли в рамках бокового канала часовой график евро доллара есть на мой взгляд но 957 есть 0996 продолжает быки борьбу за психологическую отметку 10 2 0 я обращал внимание что этот уровень очень важен видим что на нем ведется такая достаточно серьезная торговка и от него скорее всего и будет определено уже дальнейшее среднесрочное направление для евро доллара поэтому чем дольше мы находимся ниже тем более высокий шанс на дальнейшее падение пары ложный пробой 0996 сигнал на продажу но и медведям нужно как вы видите возвращать 0957 прорыв с обратным тестом снизу вверх приведет уже нас на но 915 перспективы 08 71 где посмотрю покупки сразу на отскок с коррекцией той же в 30 35 пунктов случае снижения защита на 957 ложный пробой здесь сигнал на покупку и случае закрепления вышел на 996 с тестом сверху вниз этого диапазона также сигнал на открытие длинных позиций с на верхней границе бокового канала 1037 где посмотрю продажи на отскок с движением в 30 35 пунктов что касается британского функции фунта в принципе тут история аналогичная 2739 ложный пробой случае снижения сигнал на покупку либо сигнал на продажу 2786 также при неудачном закрепление выше этот уровень себя уже несколько раз отрабатывал не исключено что и в третий раз медведи могут здесь себя проявить поэтому ложный пробой продажи с целью 2739 если на 2786 никого нету выход за пределы в диапазон открывает дорогу 2836 где продаю на отскок с движением в 30 35 пунктов аналогичная история с 2739 если после ложного пробоя мы видим там движение в 10 15 пунктов и возвращаемся к этому диапазону то покупки откладываю на отскок от 2688 с коррекцией в 30 35 пунктов всем удачи удачи удачи